Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более пятидесяти опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности, как правильно лечиться, чтобы вылечиться и жить без болезней. А именно, решил ответить на очень простой вопрос. Если есть низкое артериальное давление, иными словами, гипотония, либо вегетососудистая дистония по гипотоническому типу. Которые многие считают вообще не болезнью, а так просто каким-то состоянием. Можно пить кофе в этом случае или нельзя? Для меня ответ на этот вопрос простой, очевидный и категоричный. Если у вас низкое артериальное давление, вам по жизненным показаниям нужно успеть отказаться от чашки кофе. Если вы хотите жить лучше и дольше. Иначе можно быстро умереть. И когда на приеме мне говорят, ну доктор запретил последнюю радость жизни. Вы не представляете, насколько вы близки к истине. Чашка кофе может стать последней в вашей жизни. Все зависит от того, насколько и каким образом проявляется вегетососудистая дистония. Конечно, мне могут упрекнуть, сказать, что в домашних условиях человек относительно неплохо себя чувствует. Я запретил чашку кофе. А человек, находящийся в кардиореанимации, у которого сердечно-сосудистая система в более плачевном состоянии. Ему в лечебную схему могут ввести кофеин. Конечно, но не один кофеин, а с другими компонентами. И оптимально, если доктор понимает, что нужно не просто кофеином стягать сократительную способность мышцы сердца. Но и обеспечить циркуляцию, обеспечить кровообращение в целом. Тогда это отличный доктор. А если доктор рассчитывает кофеином усилить, поднять уровень артериального давления и дотянуть человека до конца своей смены? Ну так, извините. Чашка кофе – это второе решение вопроса. Если вы откроете учебник по фармакологии, там написано чаще всего черным по белому. Алкалоид кофеин усиливает сократительную способность мышцы сердца. Конечно. И это хорошо, в принципе, улучшает кровообращение. На вопрос – какой ценой? Там же вы найдете, что если сердце исходно здорово, то увеличивается сила сокращения сердца. А если в сердце есть дистрофические, либо склеротические изменения. Иными словами, снижена сократительная способность мышцы сердца. То кофеин увеличивает частоту сокращений и уровень артериального давления. Иными словами, когда гипотоник, для того, чтобы поднять артериальное давление, повысить жизненный тонус, выпил чашку кофе. Я понимаю, что он сейчас будет жить лучше, но дольше он жить не будет. Он сокращает продолжительность своей жизни. Потому что, если есть гипотония или вегетососудистая дистония, как правило, в мышце сердца есть либо метаболические изменения, то есть питание было нарушено относительно недавно, либо дистрофические изменения. Расшифровывать не буду, это понятно и ребенку. То есть более грубые нарушения, которые сохраняются длительное время. Следующий этап, когда мышца сердца гибнет. Появляются склеротические изменения в мышце сердца. И изъявление сердечной недостаточности. Здесь человек находится уже в кардиореанимации. На этих этапах он еще может находиться в домашних условиях. И если вы просто пьете кофе, повышаете артериальное давление, вы ускоряете движение по этому пути. Не советую. Нужно обеспечить правильное питание мышцы сердца и организму в целом. И тогда вегетососудистая дистония самоизлечивается. Вы переходите на другой уровень здоровья. Живете и лучше, и дольше. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео. Не забудьте поставить на это видео лайк. Думаю, что полезную не просто для вашего здоровья информацию, но и нужную для вашей жизни вы сегодня получили. До новых встреч на моих каналах. Субтитры сделал DimaTorzok